Всем привет! Подходит к концу 2021 год и хочу сказать спасибо огромное всем, кто смотрит мой канал, кто на меня подписан. Кто не подписан, приглашаю также подписаться. На своем канале я рассказываю о буднях дальнобоя, какие-то смешные бывают ситуации, рабочие моменты. В сегодняшнем видео я собрал нарезку из моментов этого года, то что у меня накопилось в телефоне, поэтому видео будет немножко длиннее, чем обычно. Набирайтесь терпения. Также приношу свои извинения за вертикальный формат некоторых видео, потому что снимал для Инстаграма и ТикТока. Кстати, тоже можете подписаться на мой Инстаграм, писать в личных сообщениях, если есть какие-то вопросы. Ну что, поехали! На одной из каденций мне попалась Вольва, на которой не работала ни печка, ни вебаста. Меня отправили в Голландию на сервис. Я сообщил о записи, отправили в комнату ожидания. Там кофе-автомат стоит, комната для водителей. Во дворе сервиса я отцепил раму с контейнером и заехал внутрь только тягачом. На приемке меня встретил мастер-приемщик и объяснил ему проблему. В Голландии практически все свободно разговаривают на английском языке. Он назначил мне механика и я пошел в цех наблюдать за диагностикой. В первую очередь проверили предохранители, затем подключили компьютерную диагностику. Но все-таки определили, что вышел из строя сам вентилятор, из-за которого ни вебаста не включалась, ни печка не работала. Поэтому они взяли со склада новый вентилятор и заменили мне его. После замены прогрели антифриз до рабочей температуры, убедились, что печка работает. Также проверили плотность аккумуляторов. Параллельно я попросил проверить уровень жидкости гидроусилителя, потому что руль со звуком непонятным скрутился. Мы подняли кабину. Обязательно при поднятии кабины не забывайте поднимать капот. Пачок для доливки жидкости находится возле левого переднего колеса. И поехал дальше на загрузку. Загрузка была с очень интересным заездом. Подъездная рампа уличная. И мне нужно было заехать между двух зданий. Было узенько, но в принципе справились. Загрузка была на складе секонд-хенда. Там люди в большие мешки натрамбовывают тряпки, одежду. И вот в таких биг-бегах загружают в контейнер и на Африку, Тунис. Так это дело выглядит изнутри. И потом харчер заезжает в контейнер и слаживает один на другой эти мешки. Едем дальше, наслаждаемся хорошей погодой, красивыми видами. И берем следующий контейнер двадцатку. В этом терминале погрузчик решил пошутить надо мной. И, как вы видите, поставил мне контейнер дверями вперед. Но вы понимаете, что мне его нужно будет грузить. И, соответственно, под рампу или каким-либо образом загрузить его у меня не получится. Поэтому всегда внимательно смотрите, наблюдайте. Я обратил внимание уже после того, как закрутил фитинги. Я обычно беру контейнер и фотографирую контейнер сзади. Для того, чтобы у меня был номер контейнера всегда с собой в телефоне. Сзади на двери написано «Тара». Это вес самого контейнера. Его иногда требуют на загрузках, чтобы приблизительно сориентироваться, какого веса можно нагрузить груз. Потом я, конечно же, попросил переставить его контейнер, развернуть. Но, сами понимаете, в терминале я не один. И мне нужно было подождать какое-то время, пока он освободится и приедет ко мне. Это как раз был мой первый контейнер «Двадцатка». До этого я только сороковки и сорок пятки возил. На рамах, которые раздвигаются, обычно есть индикаторные линии, где докуда нужно разлаживать и как разлаживать раму, под какой контейнер. А «Двадцатку» полностью слаживается до конца. И отсчитывается шесть шагов до переднего фитинга. Это будет ваш фитинг, и разлаживаешь их. Следующая фирма была с интересным заездом, с рампой из-за угла. Но, в принципе, место позволяло удобно заезжать, поэтому заехали без проблем с первого раза. И грузились цементом на цементном заводе. Перед въездом на этот завод было указано, что желательно закрывать люки и окна, потому что пыль в воздухе летает, и на самом асфальте также от машины много пыли поднимается в воздух. Загрузка на этой фирме тоже... Они сами грузят, карой завозят в контейнер. Поэтому было время перекусить немного. Также на полу для удобства попадания под рампу положили доску, по которой примерно можно сориентироваться, как выравнивать прицепы контейнер. Груз весь был на палетах, вот в таких вот больших мешках, так называемые биг-беги. Рама с одной двадцаткой смотрится немного пустовато, но самая большая проблема – это зимой, когда у тебя только груз на прицепе, а задняя ось не нагружена, и начинается пробуксовывание тягача. Дальше Германия с нашими любимыми пробками. Это у меня была загрузка пивом в Голландии на складе. И хочу обратить ваше внимание на фирмы с рампами и подобным типом механизмов. С левой или с правой стороны может быть так называемый упорный механизм, который определяет, подъехали вы под рампу или нет, и сигнализирует зеленый или красный сигнал светофора и снаружи рампы, и изнутри, чтобы было видно, можно ли поднимать ролеты на рампе. Также, возможно, я думаю, оно блокирует колесо, чтобы вы преждевременно не отъехали от рампы, когда она опущена. Так вот, основной нюанс на этих рампах, что подкрылки на рамах, на прицепах, они находятся, скажем так, кантиком близко к колесу. И когда этот стопорный механизм заходит между колесом и подкрылком, есть вероятность того, что подкрылок может оборвать. Поэтому очень внимательно либо медленно заезжать, чтобы не заживало подкрылок, либо, моя рекомендация, можно немножко приподнять подвеску на прицепе, и таким образом расстояние между колесом и подкрылком увеличится. На этой загрузке на рохле был специальный упор, который выставляет расстояние для заезда в палету, чтобы колесики находились на нужном месте. Потому что если заехать полностью и начать поднимать, то вы просто разрываете палету, то есть доски. А когда заезжаете в длину, то, соответственно, там этот упор не нужен. Расставлялись палеты в определенном порядке, то есть две с подлевый борт поперек, одна в длину и так далее. В шахматном порядке загружал в контейнер. Такая расстановка груза необходима для максимального предотвращения перемещения груза в контейнере. После загрузки приходит человек из офиса, проверяет, правильно ли расположен груз и устанавливает между последней палетой и стенкой контейнера надувной мешок, который обеспечивает, чтобы последняя палета не билась об стенки контейнера. Документы у нас на руках. На светофоре горит зеленый, значит, рампа уже опущена, точнее, рампа поднята и ролеты закрыты. Можно отъезжать от рампы. Контейнеры мы сдаем в порт, поэтому после загрузки, если на фирме не дали пломбу, то мы ставим свою. Вот этот мешок надутый, и он распирает палеты. В Голландии очень много водных соединений, поэтому для лодок, я так думаю, что активируется, когда они только подплывают, такой же светофор и автоматически разводятся мосты. Но происходит все это очень быстро, поэтому, как обычный дорожный светофор, и можно ехать дальше. В порту есть вот такие самоходные передвижные краны. Мы их называем табуретками. Вверху сидит оператор. Главное машину поставить по линии, по разметке, но она очень узкая, поэтому не промокнешься. И он заезжает, забирает контейнер. Также у нас на фирме разрешается раз в месяц, в основном сухие сезоны. Мыть машины на мойках. Я делаю это обычно перед съездом, чтобы следующему коллеге передать чистую машину и самому не тратить много времени на мойку. Само собой, что когда дожди, то нет смысла мыть машину, через два дня она будет такая же. Поэтому основные сезоны, это у нас весна, лето, где-то начало осени. Оплачивается мойка с рабочей карточки, либо на некоторых мойках уже как бы добавлена наша фирма как клиент, и они потом автоматически отправляют им счета на оплаты. Пока ожидаешь мойку в комнате ожидания для водителей, можно выпить кофе, либо же стоит автомат, как это смешно бы не звучало, с безалкогольным пивом. Вот небольшое ДТП в Голландии, но в Голландии нормально, в принципе, перекрывают только одну полосу. В Германии бы уже перекрыли полностью весь автобам, создали пробку. Поэтому здесь мы всего лишь замедлили скорость, но как только проехали данный участок, можно ехать с нормальной скоростью. А вот такой вот прицеп у меня получился после выгрузки какой-то химией. Пол был весь белый, и когда я приехал на загрузку, мне сказали, что грузить не будут, потому что грузили энергетики, и мне пришлось ехать на мойку, где вымывали полностью весь пол. Идеально вымыть не получилось, потому что мойщик сказал, чем ближе он подносит к деревянному полу, начинает отрываться полностью к куски дерева. Ну, в принципе, вымыли немножко, и после такой мойки и с таким полом, в принципе, уже меня загрузили. И снова берем прицеп в порту. Вот такой вот грязный, ремни разбросаны по всему прицепу. Но на загрузке мне необходимо было, чтобы ремни были все сложены, загрузка электроникой, чтобы ничего не мешало карщику заезжать в прицеп. Мне нужно было сложить и за доски закинуть все ремни. Ремни я стараюсь скручивать, в принципе, в любых случаях, потому что при любом типе загрузки, неважно, это металл, либо палеты, скрученные ремни, либо проще потом перекидывать через груз, либо их можно заложить за доски, за верхние перегородки на крыше и потом просто залезть на груз, встать ногами и вытянуть эти ремни и сохранить немножко времени на загрузках. Также обязательно, не выезжая из порта, вам необходимо осмотреть, будь то контейнер или прицеп, на наличие повреждений. В портах есть сервис, который может это все устранить, либо вам необходимо добрать доски, у вас есть какой-то порез на колесе, либо ремни положить в прицеп, ну или на загрузке, в противном случае вам могут отказать и вам придется ехать и менять прицеп, либо контейнер заново в порт. А это потеря времени, ну и я думаю, что диспетчер тоже не одобрит. Также прицеп и контейнер должен быть сухой, без посторонних запахов, ну и чистый. Желательно проверить, открывается ли крыша, потому что может поменяться работа и у вас будет верхняя загрузка. Эта загрузка у меня была на мусороперерабатывающем заводе. Здесь в основном пластик и здесь они изготавливают пластмассовые крышечки для бутылок, либо перерабатывают на пластиковые гранулки и потом экспортируют на другие производства, такие как окна, пластиковые, фурнитура, уголки, не знаю, всевозможные изделия из пластика. И между прочим, мусор здесь по Европе качует то на Англию мы везем мусор, то из Англии, то на Швейцарию. В общем, очень даже дорогостоящий товар. И снова груз на палетах и в бигбегах, но бигбеги, как видите, очень высокие. Как я вам говорил, я подготавливал, ремни закидывал на доски и когда на каре подвозил эти мешки, я сразу закидывал ремни, чтобы потом не открывать крышу и не залазить, не закидывать ремни, потому что места между крышей и этими бигбегами оставалось не так уж и много. Пока карщик ездил за следующими бигбегами, я старался сразу же закреплять трещотки, чтобы не терять время, потому что за воротами стояла очередь из водителей, которые тоже ждали загрузки. И поэтому, чтобы ускорить процесс, старался не задерживаться. Как вы видите, изначально штора была стянута к задней части прицепа, заполняется до половины груз спереди и потом стягивается штора наперед. Почему ремни тоже стараюсь сразу крепить, чтобы стянув штору наперед, потом не нужно было ее заново оттягивать назад и крепить ремни. Затягиваем груз, стараемся максимально, но сами понимаете, что сыпучий груз в бигбегах прижимать ремнем, ну как бы через пару километров он все равно, ремень этот прослабнет, но, по крайней мере, от вываливания его из прицепа мы можем этого избежать. Обязательно проверяем, чтобы все доски боковые были установлены, чтобы не забыли их в районе, где должна быть полетница на прицепе. Ну и обойти вокруг прицепа, посмотреть, ничего ли не оставили. Затем закрываем штору, затягиваем замки и продеваем таможенный шнур через эти же замки и замыкаем на задних дверях. Подготавливаем под пломбу. Это у нас аэродром в районе Амстердама светится и домик с сердечком в районе Эйнтховена. В этом году фирма приобрела новые ИВЭКи и я присутствовал, когда их получали в Пиле. Все они газовые на сжиженном газу, так называемый LNG. ИВЭКи оснащены аудиосистемами со встроенной навигацией. В принципе, я ездил по ней, очень даже неплохо водит. Из минусов этих машин могу отметить только низкое расположение переднего бампера. Иногда бывают загрузки под косые рампы, либо же уклоны очень крутые и можно повредить или даже отломать этот передний бампер. Но будем надеяться, что повреждений будет минимально. А также в ходе эксплуатации на всех ИВЭКах были вынуждены переставить седло минимум на одно отверстие, потому что при поворотах углами прицепов зацеплялось за огнетушители за кабиной. И главный минус машина газовая, а Вебаста дизельная и бачок всего лишь на 10 литров. По пути до базы нам провели обучение по заправкам, как правильно, на что обращать внимание при заправке и какие сообщения могут высвечиваться на колонках. Дальше были дорожные испытания акустических систем, вы сами видите. Ожидая загрузку на паркинге металлургического завода, практически одной ногой поучаствовал в учениях пожарников. Они специально подожгли контейнер и по всей видимости отрабатывали на практике как заходить в горящие и задымленные помещения в условиях ограниченной видимости. Но мне очень понравилось как они подбирали каким же какой же струей необходимо гасить этот пожар. Мне кажется при реальном пожаре и с такой подготовкой можно было бы уже никуда не спешить. Я дождался наконец своей загрузки. Мне грузят два вот таких ролла листового металла примерно на 17 тонн. Они ставятся уже по заранее размеченным линиям. Под низ подкладываются резиновые маты чтобы не скользило и крепятся 10 ремнями. То есть по 5 на каждый. Три ремня сверху один по центру два крестом и два ремня снизу чтобы он не уехал вперед и назад. То есть тоже крестом скажем так. В этом году у меня было два студента а всего я уже обучил четверых новых водителей. С Николаем мы отъездили неделю и вот одна из наших выгрузок мы привезли взяли в порту из Англии прицеп загруженный груз был не на палетах и на этих бигбегах были сверху ручки но карщик решил просто протыкать мешки вилами и таким образом снимать но вот один из мешков не выдержал и разорвался уже под конец выгрузки они все-таки увидели эти ручки на мешках и дальше уже выгружали поднимая полностью весь мешок единственным неудобством было то что мешки высокие и когда он полностью поднимал эти ручки то иногда зацеплял за крышу прицепа это телевизионная вышка в Роттердаме я взял пустой прицеп и пока жду загрузку решил сделать пару красивых кадров а вот такой интересно запломбированный прицеп я взял тоже из Англии с картриджами зато у нас пломба стоит видимо решили не заморачиваться и не затягивать шнур в этот раз у меня был нестандартный прицеп с высотой 404 и когда я заезжал на фирму то пришлось проехать под знак 3.9 но в принципе прицеп проехал все нормально этот мост был 4 метра а предыдущий был 3.8 но тем не менее даже не опуская подвеску прицеп высотой 404 прошел спокойно вот но если бы не прошел можно было бы попробовать немножко опустить подвеску и на прицепе и на тягаче но все прицеп все мосты делаются немного с запасом по Европе но лучше не игнорировать знаки и стараться ехать только под разрешенную высоту и перед въездом на такие мосты висят планки через которые если вы зацепляетесь то точно не пройдете а задом потом ехать может быть очень далеко следующим событием на нашей фирме было получение новых манов эти версии дизельные но с одной стороны на 600 литров бак с другой стороны ящик для инструментов инвентаря аудиосистемы также оснащены навигацией тоже пробовал по ней ездить в принципе тоже неплохо водит но немного хуже чем ивэковская внутри эти маны довольно просторные и комфортные обзор обзор одного такого мана есть у меня на канале ссылочки оставлю в описании либо вверху над видео также в этом году я снова побывал в Австрии на нашей фирме мы редко ездим на Австрию на первой фирме я ездил часто в Австрии красиво и зимой и летом летом я бывал на ихних лазурных красивых озерах также и леса красивые зеленые горы а зимой очень красивые заснеженные холмы также в Австрии есть такие паркинги называются асфенаги на них можно набрать воду она в принципе на ней даже написано стоит знак что это вода питьевая на остальных же паркингах обычно это техническая вода желательно кипятить пока добирался до самой загрузки погода была и пасмурная и солнечная отдельно про места где я побывал по Австрии по Германии я постараюсь сделать отдельными видео чтобы не затягивать это но такие фрагменты покажу вам немножко из полетов с дрона ну и в завершение небольшой хоровод на фуре вокруг елочки уже на границе Бельгии Голландии ну и еще раз всех с новым годом с наступающими праздниками всего хорошего до встречи в новом году до встречи до встречи Продолжение следует...